Как говорится, понты дороже денег, но это только в кабаках. Ведь в ринге безосновательные понты чаще всего заканчиваются слезами от боли и досады. Приветствую вас, дерзкие и мощные улипки. С вами Федорович. А в этом видео мы полюбуемся мгновенной кармой за дерзость и неуважение к сопернику. Мыслить трудно, поэтому большинство людей судит. А большинство бойцов почему-то думает, что соперника можно запугать. Хотя если поразмыслить, он такой же бесстрашный боец, как и ты. Но наш герой, который больше похож на научного сотрудника института из 80-х годов, чем на бойца, сделал очень правильный поступок. Одев на битву взгляда в страшную маску клоуна. Ведь без маски, кроме жалости, у противника других чувств бы не было. Но глядя на этого ботана без маски в ринге, соперник точно испугался. Того, что чуть не убил его, когда первым же ударом уложил дерзкого наглеца. Если при знакомстве твой первый поступок подлый, будь готов, что тебе вернется с Торицей. В бою так же, только намного быстрее, чем в жизни. Ты делаешь первый подлый удар, сразу же получаешь в ответ нокаутирующий пендель в ухо. ВАВАДА Подписывайтесь на наши социальные медиа. От игрока к победителю с ВАВАДА. Того, кто нашел выход при пожаре, затаптывают первым. А того, кто дерзко себя ведет с соперником, первым выносят с ринга. Хороший, ну уж слишком горячий боец Гуркан Аскан, наверное, перед пресс-конференцией забежал по дороге в наливайку и принял на грудь немного лишнего. Да еще и взял с собой на вынос, чем и хотел поделиться с Майком Замбидисом. Но тот, видать, отказался выпить, чем нанес непоправимую обиду Аскану, который вылил на Майка всю горючую смесь и хотел подраться прям за столом, не дожидаясь ринга. Но вида в том, что Зеленый Змей дает дерзость и уверенность, но не мастерство и силу. Аскан кривлялся и понтовался в ринге, но Замбидис свое дело сделал спокойно и четко. Ничего страшного, когда над тобой смеются. Гораздо хуже, когда над тобой плачут. А вот когда дерзкий боец пытается унизить соперника, показывая неприличные жесты, это страшно. Особенно если задета честь самурая. Вот так решил дерзить Хиромата, когда перепутал ринг с танцполом в кабаке. Но Хагивара не какой-то бухой залетный гопник. А настоящий боец-самурай, который смыл позор кровью соперника. После чего порезал его своими воздушными мечами. Не захотел пожать руку на битве взглядов. Раз. Отказался прикоснуться кулаками перед боем. Два. Не захотел поприветствовать перчатками в начале боя. Три. Обладатель титула гнусный боец Хосе Агайо. А его сегодняшним учителем хороших манер будет Кори Сандаген. Не зря ведь говорят, что лучше промолчать и показаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения. Вот так и с бойцами. Лучше просто трепаться в кабаках какой-то крутой, чем выйти дерзко в ринг, проявить полное неуважение к сопернику и огрести люлей, которые будешь вспоминать до самой пенсии. В ринге, как и в жизни, бывает всякое. Иногда желание победы настолько захватывает бойца, что он перестает соблюдать какие-либо правила и забывает про бойцовскую честь. Вот так и случилось с Перси Тиммером, который после остановки боя сделал подлый удар по голове своему сопернику Закарии Бардане, чем вызвал у того недовольство и придал еще больше сил для победы, которая оказалась очень красивой. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. В нашей жизни все просто. Не привыкнешь – подохнешь. Не подохнешь – привыкнешь. В бою точно так же. Если не подохнешь на тренировках, значит выживешь в бою. Вот только Спайк Салливан почему-то решил, что ему достаточно унюхать запах соперника, чтобы его запугать и победить. А о тренировке это дело второе. Ведь кроме слов на пресс-конференции, за весь бой он так ничего и не показал. А вот Давид Лемье молча и спокойно показал, что дело важнее слов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик, становитесь спонсором канала и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите про свои победы над дерзкими типами. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, ставьте лайк, ставьте лайк, ставьте лайк. Субтитры сделал DimaTorzok